В Павлодаре на скамье подсудимых еще 35 лжепенсионеров. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Это уже второе дело о незаконном раннем выходе на пенсию. И снова во главе преступной схемы госслужащие. Вину подсудимые признают не все. Полностью возместили ущерб государству единицы. Следствие охватило период с 2005 года, когда между госслужащими и лжепенсионерами были заключены первые сделки. Женщин признавали многодетными, изготавливали поддельные свидетельства о рождении детей. А мужчинам давали справки о том, что они проживали в зоне радиационного риска. За это сотрудникам Центра по выплате пенсии Департамента труда платили по 5 тысяч долларов. А в одном случае отблагодарили коровой лошадью. Каждый из лжепенсионеров нанес ущерб государству от полумиллиона до 5 миллионов тенге. Для проходящих по делу бывших чиновников это уже второй подобный процесс. В конце прошлого года за такое же мошенничество они получили по 4 года ограничения свободы. Суенка 27 апреля 2009 года Смогулова, используя просьбу Лукашева, подписала незаконное подложное решение о назначении льготных пенсионных выплат. В результате с 27 апреля 2009 года с уенкой незаконно в качестве женщины, родившей 5 и более детей, перечислялись пенсионные выплаты в период. С июня 2007 года по март 2019 год незаконно перечислены денежные средства в размере 4 миллиона 961 тысяча 678 тенге, что является крупным размером. Субтитры создавал DimaTorzok